А вот Street Fighter там сразу все, а мультик детский там проще. Ну да, у меня он есть, кстати, Street Fighter. Здравствуйте, дорогие друзья, всем добрый вечер, доброе утро, добрый день. У кого, кто в какое время смотрит видос, с вами Макс из клана GLG. И сегодня мы открываем новую рубрику, и у нас первый гость, звездный гость, это Рубер. Рубер, привет. Привет. Многие подписчики, многие друзья в Steam просили, чтобы первым гостем был именно ты, так что давай покажем классную игру. Они мне прислали вопросы, я буду по ходу матчей задавать их, а ты старайся честно отвечать. Заговорились? Да. Я следую своему нику и выбираю SubZir. А это сколько ты же все фреймы знаешь, а я? Не-е-е-е. Но ты против Кана должен очень хорошо играть, потому что ты... Странно, я в роли пришел. Давай, боу-боу. Как скажешь, мы казахи, и вообще, знаешь, такие гостеприимные, такие добрые, исполняем все просьбы. Так, ну ладно, я тебе пока первый вопрос задам. Вот раз мы играем в девятку, да, кто твой основной персонаж в девятке? Первый такой вопрос. Ну ты в основном, да, там играешь разными, но... Ну получается, тут у меня два пути. Первый это по геймплею, и второй это по персонажу, именно как вот в сюжетке мне он нравился, и как он вообще себя вел. То есть, да-да-да, по характеру Вова только хотел. Ну и если брать сюжетку, то мне нравится очень Кейно, вот, и Кванчи. Вообще очень понравились, вот они как они в сюжетке себя вели. По геймплею мне нравятся очень Джекс, Шива, ну и Саб-Зиро. И получается у меня лбафель. Сейчас, сейчас, Шива какая-то у тебя. Вот. Кстати, знаю одну Шиву здесь. Не знаю, как, арабский какой-то у него ник все время. Срет и... А, я с ним не играл, я с ним не играл. Да-да, вот, эм... Ты с ним не играл? Вот, кстати, да, хотел вот этот вопрос задать. И чё, как? Ну, у меня запись есть, я его так выиграл, но его, как говорится, бомбануло после этого сильно. И он у меня из друзей удалил. И ещё и заблокировал. Ну, то есть я сам с чего выбрал и постоянно делал вот этот воздушный захват, а он как раз много прыгал. И я там за раунд, раз 7, наверное, захват использовал, и он таким образом проиграл постоянно. Понятно. Ну, это хорошо, что ты его выиграл. Он всегда, чуть не понимаю, в чём проблема у чувака. Посмотрел видос, ну и ладно, там, не знаю, я вот никогда не... Как-то плохо, даже к самому плохому видео он не настроен, а отрицательно, так знаешь. А вот он, у него нет, я по кругу, болтаю, ты меня херает. Ну, он странный, просто. Да, он просто везде срёт. Это есть нехорошо. Забывайся на... Я помню, он там где-то, когда ещё у MKMB канал был, он рассказывал, что... Он, может, шутил, я не знаю. Рассказывал, что он, короче, может Соник Фокса выиграть с Бобалити. Фуууу. Кстати, я у тебя на канале смотрел, это же не Соник Фокс, да? Многие задают вопросы. А, ты про Американский твой канал, да. Не-не-не, там, конечно, я просто воприкавался. Да-да-да-да. Это же на 1 апреля видео было, там подписано тогда же. В описании собрать. А, ты даже на описании не прочитал. Поначалу я... Ну, да, вон, это его голос, кстати. Ты где взял этот голос-то? Где именно? Ну, где, ну, голос Соник Фокса. А, ну, взял, открыл его канал. Ага. И там взял эти, ну, как-то, что он там рассказывал. Да-да, моментами, да, такие? Где он там... А, вот именно там, ага, угу, говорит, да, вот это ты взял. Да-да-да-да, ну, чтобы как эмоции сделать. Вот. Ну, и, получается, подставил под, ну... Не, прикольно. Чтобы по смыслу подходило. Очень прикольно. А на самом деле с кем ты там играл? Или что это? Вот там, я не помню, какой-то чувак на PlayStation, он меня постоянно контрпикал. А-а-а. Я решил, ну, ему бабалку сделать. Ну, очень прикольно получилось, так сказать. Кстати, мы с тобой, когда прошлый раз общались, ты сказал мне, что ты путешествуешь. Можешь ты, может, вкратце рассказать, где ты был, что это за путешествие, что нового для себя открыл, может быть. Ну, вот я, получается, в этом году я был там, короче, как говорят. Граница Тяньшани с Китаем рядом. Это называется Каракоу горы. То есть, это находится в Кыргызстане, а граница с Китаем. Там же находится самая большая высота Кыргызских гор. Это называется Победа, Победа-Пик. Там 7150 метров, по-моему. Ну, конечно, я туда не поднимался. Вот по Каракоу я попутешествовал. Где-то около месяца, наверное, я был. Так, как тебе понравилось? Да, вообще. Кроме того, что ты заболел. Ну, заболел это потому, что я слишком был такой энергичный, когда по горам лазил. Получается, я, когда в них залазил, не делал паузы, поэтому весь мокрый был. А ты с кем туда ходил? Ну, у нас там было человек, наверное, 10. Там, в основном, конечно, приезжий из Америки там был один. Из Европы такое. Это как это получается? Типа что-то турне или что-то такого, да? Нет, нет, просто там есть такие сайты, там вот пишешь, как вот, я собираюсь в Каракоу. И там Юлия говорит, да, я вот тоже там был. А, я тоже говорю, гоу, гоу, гоу. Да, получается, там, если нет постла, то снимаете номер, ну, больше людей. Получается, дешевле номер получается. Ну, и как бы понятно, когда много людей, веселее путешествовать. Ну, и что, кто там с тобой вместе путешествовал, скажи, они их нам подружились. Ну, там много людей по поводу. Ты очень дружелюбный, я думаю, не проблема была для тебя с кем-то там подружить. Ну, да, плюс в интеллекте похоже, поэтому... Ага. Ну, в общем, мне очень понравилось. С Казахстана был кто, нет? Что? С Казахстана были люди, нет? Нет, там так получилось, не знаю как, что были у нас с Америки один был. То есть, он как бы был с Америки, но он сам родился в Индии. Вот, но его, когда ему было два года, по-моему, его увезли в Америку. И получается, он как бы все свое сознательное, не знаю, сознательный возраст провел именно в Америке. Ааа, я думал, попаду, блин. Я прочитал. Кстати, вот если бы не прочитал, ты бы меня ударил, и я бы проиграл. Да. Ну, я тебя специально заговариваю, и так, чтобы потихоньку-потихоньку царапать. У меня больше других вариантов нет, просто понимаешь. Получается, вот, чувак был индус с Америки, с Нью-Йорка, потом была одна... С Нью-Йорка, не хрен. Да, Чувиха была с Бельгией. Чувиха, да? На что-нибудь там, у вас, нет? Да, 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 кстати. Оооо, это отдельный разговор. Так, самое интересное, знаешь, она путешествует с другим парнем, с немцем. И они вместе даже квартиру снимают полгода. Вот. Ну, и потом где-то на третий день она мне заявляет, что, короче, ну, нет ли у меня немного места в моем, там, в моей лежанке, короче. Я такой не понял, типа, а как же тот чувак, с которым ты приехал, что-то там. А она говорит, что они, как бы, ну, не вместе, просто там. Ну, да, я понял, как ты сказал. Нашли друг друга, так, по путешествиям. Называется Шер, то есть делят, 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 расходы, что-то такое. Просто, видимо, одной сложно путешествовать, особенно в каких местах, поэтому... Ну, я ей говорю, что, как бы, такое прокатит для, ну, девушки, да. Но для парня, так, вы не прокатите. И она мне говорит, что, да, хотя они договаривались, что просто побежал, но неделю назад, и он к ней уже начал подкатывать. Ну, слушай, это очень сложно, сам. Агрессивно начал ко мне, для области. Ну, и че, как там, разделил с ней эту ночь, как бы, раз? Ну, да, ну, там, получается, там, когда в горах, куда-то там, ясное дело, это сложно с этим, очень. А когда уже там в пешке, когда уже по теме уезжать, там уже у меня была отдельная комната с кроватью, и там уже было все как надо. Ну, это хорошо. Че, в этот вечер все произошло? Что? В этот вечер, когда она пришла, сказала, can you share with me with your bet? Ты сказал, окей, yes, baby, sure. If you have Turex, I share with you. Да, я спрашивал про того чувака, с кем она приехала. В общем, чтоб никаких проблем потом не было. Так что сейчас у меня есть девушка из Бельгии. Понятно. Хорошо, как ее зовут, слушай. Патрисия. Дебора. Шелби. Мэри. Мэрилин. Как зовут-то? Говори. Ее, Энзел. У нее, кстати, вообще странно, что она из Бельгии, но у нее вроде мама американка, у нее паспорт американский. А то вообще, короче, набор. Че, они все Америку любят-то, блин? И индусы, блин, все туда, и... Не смог я тебе заговорить в этот раз. Ладно, девочка. У тебя этот матчап, блин, кстати, сыграл. С кемши. Да, да. Уже привык, знаю, что делать. Угу. Единственная проблема, это когда кемши бьет это своей Телефьюри, вроде называется, прием. Своей этой матчей. Там, если даже первые удара, первые два удара попадают, а потом мажут, когда, например, Джекс бьет и встает, то все равно ты стоишь там, не знаю, секунды три, и ничего не можешь сделать. Понятно, да? Понятно. Ну, а так, в принципе, все. То есть, кемши можно перебивать на вейкапах, потому что у него все приемы, у него очень большая рекавери. Блин, вот... Ну, то есть, они долго восстанавливаются. Вот, если прием промазал, он долго восстанавливается. Вот у Джекса, вот ты сейчас видел, вот он отрыгнул. Я успел поставить булок, это называется. Да, я думал, я тебя накажу. Я очень давно, кстати, не играл. Вот последний раз, может, с пугольных играли. Блин, в иксуху перешел окончательно. Здесь вот совсем... Пытаюсь бег нажимать. А то вообще, когда выглядит глупо за стороны. А в иксухе кто у тебя основной? Бурайчо? Джекс. А, тоже Джекс. Да, у меня просто... Ну, просто Джекс. То есть, в Mortal Kombat 9 у меня много всех. То есть, все-таки, Джекс, ты говорил Бурайчо, там... Ты много... Нет, Бурайчо, вот у меня там Джекс, потом Бурайчо по сыгранным играм. Вот. Потом, не знаю, кто там может быть, Сабзиро, Котокан, Горо. Потом Хейн уйдет. Блядь! Зиен, у меня прием не выйдет. Я думал тебя на вейкапе перебить. Ха-ха. Сейчас. Кстати, кто тот монах, который сзади дерется? Ты его знаешь? Ну, по-моему, девушка Папсарина, а вот тот чувак, я не знаю. Мид, что ли? Попал, а это, например. Я сел, я присел, но попал твой Фаербол. Да, это Паукжовый, он удобный. Начинается, блин. Долбание земли. А, блин, думал, попрыгнишь. Не-не-не, не-не, чё это было? Чё я тварил? Нет, ты... Девушки. Обожаю плечо вообще, суперское плечо. Это моё, обожаю. Соб-зиро. Вот тупо из-за плеча его там в топ и ставит, потому что оно плюсовое, оно по экрану, икзовая версия на весь экран. Да, по полной. Плюс ещё в углу, это лаунчер получается. Простое, простое плечо, это лаунчер? В углу, не, икзовая, икзовая, да, икзовая, да, икзовая можно попасть. Ага, ясно. Сейчас по вопросикам. Кстати, этот пачап, это, по-моему, один из самых худших. Для кого? Для Кенши? Ты про какой матчап? А чё ты там делаешь, я не думаю. Ну если чё делаешь? Ну ты там садишься на тот удар, который вверхает. Ну, кто был бы мне, кто бы говорил, я против Соб-зиро. В основном не блочуся. Я всегда играю по-другому, но с Кеншей приходится блочиться, видишь? Ты про какой матчап вообще говорил? Ну вот, смотри, Соб-зиро против Кенши, это очень плохой матчап для Соб-зиро. А, для Соб-зиро? Да. Уйди от меня. Уйди от меня. Ну, отсел, видишь? Я вообще по инерции сажусь. Так. Не знал, что сделаешь, все-таки попал ты к золу. Ну, кстати, вот если ты не заканчиваешь эту серию, там вообще-то тот плюс идет бешеный. Ну да, я заметил. Это наказывается. Надо было экзолу все-таки сделать. Ну да, ладно. И, короче, можешь делать так. Ты отпрыгиваешь постоянно. Если видишь слайд, отпрыгивай, просто отпрыгивай. И наказывай, пока он мажет. А все стоя... Экзолы у них одинаковые скорости, да? Да. А вот весь основной план, это ты меня зонишь. То есть, я говорю, это очень плохой матч для Соб-зиро. Когда-то Кенши мейном был мейном. Я с ним вообще хорошо играл. Сейчас это что-то ничего. Вообще. Вот знаешь, не знаю, это ирония или что. Вот ты, говоришь, Джакс, да? Он тебе нравился с самого начала, как бы, да? Ну, я его всегда, вот, если мы в флайне за диваном сидели в пивко-пиле, я всегда в основном играл за Джекса. Вот я помню, ты показывал видео, где ты в бету играл вот этой же игры. Вот, можешь рассказать, когда это было вообще в таком году? Это, это, по-моему, было в феврале или, ну, по-моему, в феврале. Ну, короче, зима, ранняя зима 2011 года. 11, ехренателый, блин. Кстати, да, там у Скорпион был вообще бешеный какой-то, ты показывал его поки, супер плюсовые и там. А, блин, плюс. Там вообще Скорпион, у него было так, что ты любой удар делаешь, блок, и мог отменять его ванблокабл, агонь его. Ты вот вообще, когда я вот начал заниматься роликами, ты же это делаешь чисто для себя, ради удовольствия. Ну, да, вот, если деньги, то это надо стримить. Да, да. А вот на YouTube, в принципе, это чисто как хобби идет. А сам ты вот по профессии кто? Она, отвечай, не молчи, не сосредотачивайся. Не, я получается, не, я как бы, то есть, ну, у меня среднее образование, а потом я пошел там, закончил. Ай, блин. То есть, как и профессия у меня такой мед специализированный. Я в основном вот начал с торговли, то есть, сначала там на базаре торговал, потом открыл свою точку, снял помещение. Сделал себе ЧП, то есть, частное предпринимать. И так уже начинал торговать. Ну, дай угадаю, дисками торговал, играми? Не, не, не. И среди них был Mortal Kombat, ты его так любил. Ну, это было бы хорошая история. Я сам близко к тому, что сказал, это я торговал консолями. А, тогда какие консоли это были? Ну, когда я торговал, были Xbox и PlayStation. Видишь, Xbox, по-моему, странно, раньше был намного популярен, потому что там были, ну, прошивки кастомные, на которые можно было легко вставить градку. Поэтому, в основном, все именно Xbox'ы вали из-за этого. Ну, будет больно. Они очень хорошо шли. Единственное, что, блин, там, вот реально консоль, которая со своей полностью периферии. То есть, там, ты геймпад не можешь левый подключить, кайбер левый не можешь подключить. Вот. Даже там бог этот блок питания размером, как PlayStation 4 Slim. Это вообще бред какой-то. Ну, они продавались хорошо. Хотя были очень гемоги. Постоян надо было всем настраивать их. А сейчас чем занимаешься ты сам? Ну, сейчас, получается, я в Китае торгую. Давай, где твоя берелка? То есть, я езжу там туда в Китай, закупаюсь, оптом. И потом в розничные сети всякие, там, полагаю, подешевле. Ну, и там, начиная, вот, последнее, что я торпевал, это была одежда. А, перед этим я там продавал, ну, знаешь, VR для телефонов, шлемы. А, да-да-да-да-да-да-да. Вот. Их, получается, там такая фишка была, что ты, если оптом заказываешь, там, например, 500 штук таких, вот, тебе на заводе делают уже скидку хорошую, и ты можешь туда любой бренд клеить. Ну, в смысле, на заводе тебе уже бренд сам клеит бесплатно. Ну, слушай, сам-то ты, как бы, доволен, прибыльный же. Ну, получается, да, вот я, считаю, там поработал где-то месяцев 5, и столько же я могу подпихать. Это мой отличный путешествий. Да. Ну, раз ходишь по путешествиям, конечно. Ха-ха. Ать! Где-то сделал. Не знаю, может, даже кто-то не подкопил. Ирония или что, поначалу мне вообще рептилию, вообще вселенная МКИ, МК, мне рептилию вообще не нравилось. Не знаю, как я начал за нее играть, просто начал и все. Ну, у меня знакомый играл за рептилию. Блин, не хватил брони. Вот, и я там, потом, через какое-то время, поскольку мы там вместе приемы учили, я сам за нее начал играть. Я должен выиграть! Ааа! С полным метром. Да, не говори. Я думал, я все время считал, что ты сейчас сделаешь X-Ray, который у нее белый, у кого есть экран, и она имеет неуязвимость к Projectile. Да, 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 да. Но вот ты почему-то не сделал. Я вообще мало думаю, когда играю за рептилию. Я в основном, у меня меш тупой, меш идет. Раньше я вообще только бегал. Я думаю, все игроки за рептилию только, ну, так начинали играть. Сейчас-то я вообще, я вообще очень редко бегаю. Я бегаю, когда наказывать или сблизиться. Раньше это было жопа. Я вот бегал. Все-таки в горах. Побудь еще в горах, а? Сейчас, когда будет пилос записан. А что? А, ты подзабиваешь меня? Да, 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 да. Блин, на самом деле, вот я не знаю, как за кванчин оказывать рептилию. У него самый быстрый удар 11 фреймов. А вот бегалка рептилия на блоке минус 14. То есть там практически нереально. Единственное, это делать D3, и потом к золу руну, которая не блокируется. Вот. Ну, ты можешь там влезть между D3 и руной. Блин. Не продолжил там влезть. Короче, мочат не очень хорош в онлайне. В онлайне вообще против рептилий и все мочаты почти нехорошие. Ай! Ай, все, пошел онлокову, блин. Ай! Ай! Ты на вот это рассчитывал, да? Вот это я влог, конечно. Иди отсюда! Нет! Да, епта! Блин! Петросянство. Не говори. Ну, там подлагивать начало. Я прям чувствовал. Да, уж в конце. Блин, я думал, успею наказать, пока ты шарик отнадуваешь. Понятно, ты на это не знаешь, да? Ну да, можно было самому догадаться, если уже упадут игрок. Те, кто не знают, очень, очень, знаешь, так, попадаются на это. На что на что попадаются? Ну, на сетапы, вроде. На самом деле, можно лейкап сделать простой, и все. А, ну как там плюс, вообще-то. Там это гарантия. Для рептидий похер. Ну, ладно.